Турция – один из ключевых партнеров Беларуси в регионе, и взаимодействию с этой страной мы придаем большое значение. Первый официальный визит президента Турции в Минск в ноябре 2016 года открыл новую страницу в истории белорусско-турецких отношений. Тогда был дан заметный импульс политическому, экономическому, культурному, гуманитарному сотрудничеству. Скажу откровенно, это был такой взрывной шаг, который придал серьезную динамику нашим отношениям. Люди ждут вот этой новой вехи, как сказал президент в начале переговоров один на один. И наша сегодняшняя встреча положила начало новому уровню наших взаимоотношений во всех сферах. Главное сейчас профильным министрам, правительству исполнить наши договоренности. Полагаю, что нынешний уровень развития нашего партнерства позволяет нам ставить еще более амбициозные цели. Такой целью на ближайшее пятилетие, мы договорились, является увеличение торгового оборота как минимум наполовину, на 50%. Ну, как видите, министры, мы же многое от вас и не просим. За пять лет всего лишь 50%. Дайте эти 50%, и мы вас будем благодарить за это. В ходе переговоров мы открыто и конструктивно обсудили с президентом весь спектр важных тем двусторонней повестки дня. Мы особо отметили позитивный и плодотворный диалог между странами. В политической сфере у нас нет абсолютно никаких разногласий, в том числе по важнейшим международным вопросам. Наши точки зрения абсолютно совпадают по всем вопросам. Безусловно, основой нашего сотрудничества является экономика. Мы выделили приоритетные направления в области торговли и инвестиций. Мы обсудили перспективы реализации совместных проектов в машиностроении, сельском хозяйстве, строительстве, финансах, химической, легкой промышленности. И хорошо, что от простой торговли, обмена мы переходим постепенно к более продвинутой форме экономического взаимодействия, промышленной кооперации. Сборка трактора МТЗ в Турции свидетельствует о наших серьезных намерениях на этом направлении. И вместе будем трудиться над аналогичными проектами по другим видам белорусской техники. Отдельное внимание было уделено вопросам стимулирования торгово-экономического сотрудничества. В их числе оптимизация логистических маршрутов при организации доставки грузов. Продолжение работы по созданию в Беларуси банка с турецким капиталом. Мы ждем ваш банк в Беларуси. Мы готовы к тому, чтобы вы могли приобрести белорусские банки или войти в капитал какого-то белорусского банка. Мы будем трудиться более быстро над локализацией совместных производств на территории двух стран. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении контактов сферах технологий, инноваций, образования. Имеем намерение наращивать взаимодействие в области совместных научных разработок, академических программ, обмена студентами, преподавателями высших учебных заведений. Сегодня подписаны соглашения и документы, которые создают дополнительные условия для расширения взаимовыгодных белорусско-турецких связей в политическом, торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном направлениях. В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что Турция является для нас абсолютным приоритетом. Мы высоко ценим нашу дружбу и нацелены на дальнейшее продуктивное всестороннее взаимодействие. Дорогой Реджи, у нас было много тем, которые мы и не озвучиваем, которые проверяли нашу дружбу, нашу надежность. Прежде всего, белорусам. Я не думаю, что ты сегодня можешь нас в чем-то упрекнуть. Мы всегда были нацелены на добрые отношения, мы всегда соблюдали наши договоренности. И если обещали, чего бы нам не стоило, мы это всегда делали. Так будет в принципе. Продолжение следует...